Бедный, бедный наш стрелок, понерфенный. Главное его изменение, он теперь не сможет быстро целиться, и радиус террора ему прибавили до 32 метров. Угольная башня, поместье Макмиллан. С вами канал The Alex Play, и приятного всем просмотра. Ну что ж, давайте проверим, как он будет целиться. Ну видите, он более плавно целится, но я за него немножко поиграл. В принципе, в окно он успевает попадать, так что я думаю, ничего страшного. Вот, надеюсь, мы справимся. Видите, более так плавно целится. Дэвид Кинг что-то там встал. И всегда против нас играет Дэвид Кинг, новая выжившая Микаэла Рид и Кладет Морель. Пускай срывается. Я не собираюсь с тобой играть в игрушки, я собираюсь вас всех развесить. Вы должны висеть на крюке. Так, Микаэла Рид. Решили поиграть со мной, да? А вы в игрушки хотели поиграть? Нет, нет, нет. Четкое попадание, четкое. Вырывайся. Кстати, он теперь быстро. Заметили? Быстрее намного очухивается, когда выживший срывается с крюка. Четко, четкое попадание. Ну-ка, сестреночка. Ах, не получилось, не получилось. Слушай, а мне это нравится. Мне это нравится. У нас веселая игра. Неплохо. Мог бы пасть. Смотри, она еще и приседает. Какая ты. У вас и так плохие дела, ты еще и приседаешь. Ну, ладно. Дэвида Кинга уже подняли. Лучше, конечно, ее не бить, но... А, вон, крюк. Не, я, возможно, успею донести. Давай, давай. Сейчас не надо бить. Сейчас надо вешать. Веси здесь. Перки, барбекю и чили, умелец и две порча. Погибель и не смерть. Попробуем с данным билдом затащить. Ну, главное, это не билд. Ну, конечно, он мешает, но главное, это умение все-таки игрока. Если ты не умеешь играть за мана, то тебе никакой билд не поможет. Вот это было странно. Я сарай... Вы видели, я саранее стрельнул. Она не должна была прыгнуть, не успеть. Опять какая-то фигня творится, происходит. Возможно, пимка у меня... Чутка по... Повыше. На шаг полтора. Так, Дэвид Кинг. Дэвид Кинг. Тут где-то был Дэвид Кинг. Тот, который... Решил поиграть со мной. В игры. Надо... Если с тобой хотят поиграть, либо же пофармиться, дайте понять, что ты настроен решительно и серьезно. Да-то больно было, вообще-то. Теперь я тебе обязан сделать больно. В принципе, блин, можно играть с таким прицелом. Идеально, идеально, четкое попадание. Вот это было плохо. Но это взбесило меня. Вот это прям... Песер. Понятно, я не обойду. Надо было сразу бить. Я хотел ее чуть-чуть как-то... Поближе подтянуть. Но времени уже было мало. Так, ладно. Подкладает. Странно. Я думал, попаду. Порча не смерть минус. Ну, мне еще порча погибли. Пока нормально, пока живем. Но уже опасно. Хитрая. Ну, им теперь проще будет на открытой зоне. Ты должен прицелиться и уже ходить с прицелом. Тебе придется так играть. Немножко другая должна быть стратегия. Потому что... Ну, они ухудшили и прибавили. Ну, плюшки сделали, допустим. Ты быстрее от стана отправляешься. При прицеливании ты чутка быстрее тоже ходишь. Это... Это на самом деле хорошо, хотя бы так. Единственное, вот зачем стрелку 32 метра? Вот это, мне кажется, надо понизить опять назад. Делать 24, сколько у него было? Потому что... О, блин. Победиты божем. Ой, ой-ой-ой. Что она делает вообще, я не понимаю. Нет-нет-нет. Я с вами не собираюсь договариваться. Ну-ка. Отлично, на лету. Просто хит на лету, да. Идеально. Наверное, больно было на штык-то купать. С большой высоты. Так, и все здесь. Вот, насчет стрелковых манов. Трюкач. Та, пожимай. Того облегача. У трюкача у аннушки 24 метра. Почему стрелку прибавили? Вот это я не понимаю. У него и так... Не такой уж прям длинный у него крюк. Точно, чтобы ему прибавлять радиус. Я не понимаю, зачем. С таким радиусом он точно не сможет близко подойти. Его заверсту. Заметят и поймут, что это стрелок. Вылетела она. Собесилась. Ну, возможно, рассоединение. Ладно. Будем это тоже учитывать. Колодец, колодец. Можешь, что делать? Ну, ладно, пускай срывается. Получай по заднице. Прям чувствуешь себя как в Клан Шоу Даун, когда играешь за стрелка. Это еще один случай, почему я люблю стрелка. Ну, блин. Реально там тоже такие старинные оружия. Мне нравится данная тематика. Попалась. Вот это было хорошо. Главное тут не промазать. Опасно. Опасно против стрелка бегать рядом с окном. Рисковая деваха. Висит здесь. А, ты уже, получается, третий раз. Остался Дэвид Кит и Колодец Морэнни. Спрятался. У-у-у, прям над виском. Прям над виском пролетело. И кладет газет. Ой, как хорошо. Очень хорошо. Так, убегай. Раненый. Как я промазал? Как? Он перелазил. Принц? Давай, 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 давай. Блин. Цепь. Отдорвалась. Ну, блин, я бы мог обойти. Нужно, может, с аддонами какими-то. В любом случае, это было... Это было хорошо. Отлично. Мне нравится, что он может через дырочки стрелять. Ну, в принципе, как трюкач. Он порой тоже может так четко добить. Ну, именно вот стрелок. Особенно, когда целый сурф легко может так через дырочку попасть. И все, и ранение. Добить. Как-то она быстро спасла. Подумал, она совсем с другой стороны. Тут явно было дальше 15 метров. Он, по-моему, до 15 или до 16 стреляет. Так. Можно в режиме прицеливания ходить. Да, он прям побыстрее ходит в прицеливании. Прям мне нравится, слушай. Неплохо. Единственное, блин... Я думал, как раз за дерево выбежит. Единственное... Я считаю, что ему нужно уменьшить радиус террора. Вот это прям... Это очень плохо. Как-то реально так сделали. Осталось было деточка. Будешь прыгать? Ой, если прыгнешь... Ой, зря. В принципе, и так, и так зря. Она засмотрелась. Она боялась меня. Потому что я был в режиме прицеливания. Ну, вот, что я сейчас стрельну. Можете, в принципе... Теперь вам не обязательно фейковать. Просто прицелитесь и идете на нее. Она будет спотыкаться. Засматриваясь на вас. То есть, если раньше вы фейковали прицелом, то сейчас вам не обязательно фейковать прицелом. Просто можно целиться и идти вперед на него. Боитесь? Боится? Перебегает. Нет, тут препятствия. Ну, в общем, тактику нужно немножко отредактировать, поменять. Вот потушим, чтобы следы было видно. Ой, далеко. Четкое попадание. Мне кажется, прям ровно-ровно 15 метров или 16. То есть там прям кончиком просто попал. Идеально. Это было красиво. В яблочко, так сказать. А ты первый раз висишь. Получается, получается, Дэвид тоже первый раз, да? Я же, я, причем, с самого начала Дэвида поймал. Я не знаю, что он мне хотел. И вот, получается, я вот теперь последним его поймал. Первым и последним. Он открыл, так сказать, представление и закрывает его. А, подожди, он не висел? А, это, это другая. Это, все, он висел. Да, все правильно, он висел. Просто одна из них ливнула. Вот кто ливнул, он не висел, получается. Ну, а тут люк рядом. Все. Это нормально. Что могу сказать? Играть можно за стрелка. В принципе. Но, немножко тактику поменять надо, подредактировать. Ну, вот, блин, радиус террора 32 метра. Это же стрелок. Я считаю, это чересчур. Это чересчур. И надо вернуть назад ему 24 метра террора. Или сколько у него было? Ну, хотя бы 24 сделать, мне кажется, уже было бы нормально. С вами был канал AlexPlay. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok